Итак, я не буду читать эти стихи «Таркаты молока». Их написал Алексей Калюсей. Про меня, поэтому «Кому надо, тут уже успел прочесть, кому не надо, тут песни читает». Так, «Здравствуй, Олег Константинович! Помните ваше видео в шестилетней давности об апрекусе Байкалова новостройка?» Да, напомню. Мы будем работать, потом уже предсчитала. Помните, какого? Добрый следователь, злой следователь. Вот, чтоб хотя бы половина была не негатива, а призыва. Итак, о кочках апрекоса Байкалова, которые вам подарили ваши гости, супруги Виктора и Тамары Кармановой. Вот ссылка. Эти кочки просто уникальны. Смяты с апрекоса тысячелетнего водностя, который выдержал температуру минус 47 градусов. За тысячи лет там не раз было 47. И подоносил. А вкус? Ах, смотри видео. «Тогда мы подарок от них приняли, но сказали, что вышли эти костики Байкалова шесть друзьям. Был трех по десять штук. Одни весе сливцев, которому достало десять костик апрекоса Байкалова, причем подарок стал я. Это Алексей, Алексей. Сейчас выносит один этот апрекос, один я подарил шестер в Казахстан, а один сенец. Из этих уникальных костиков я подарил супруге моего друга Латинкова и Ольга Алине. Теперь этот апрекос вошел в притомнике у Галины. И надеюсь, что скоро появятся у нее каталоги санкций на реализацию. Так, где ты? Трансляция? Ага. Так. Следите за новинками на ее сайте. Вот он, ее сайт. Вот он. И на ютуб-канале. Вот он, ютуб-канал. Так. Можно просто в ютубе набрать санкции от Галины Латинковой. Так. Олег Константинович, хочу вас поблагодарить за такой щедрый и бесценный подарок. Да, я не оставил себе ни одной косточки. Ни одной косточки. Я делаю вам спасибо всех садоводов России за вашу позицию, за вашу борьбу с псевдо-садоводами. Вы бережете наши деньги и время. Спасибо. А у Галины Латинковой 20 января день рождения. Она достойна продолжать это дело своего супруга Юрия Алексеевича Латинкова. Ее трудолюбие я удивляюсь. День рождения Галина. Радуйте нас своими самцами. Хорошо. Садяйте их по всей нашей стране. Дарите радость людям. Я думаю, что вы, Валерий Константинович, присоединитесь поздравлению с уважением к Алексею Константиновичу Латинкову. Присоединяюсь. Я выбрал такое красивое фото. Галины Латинковой. Вот. Видите. И от всей души поздравляю вас. Успехов и жизни, и счастья, и радости, и любви близких. И как редкого до планеты Земли, редкого до участки Земли, который называется Россия, редкого профессионала. Редкого. Так. Следующая тема, да, такая. Вот. Тут кое-кто от меня скрывал такие фотографии. Вот этот кое-кто. Это Макаров Алексей Иванович. Вот, наконец, прислал. Видели это чудо? А. От зависти еще никто не прибежал за Валерий Курмановым. Вот это и есть Алексей Иванович. Но это еще не все. Значит, в данном случае речь идет об одном из стартового персика. А это мой Серафим. Вот. Он его увеличил, ну, как видим, полторы раза. Как? Это уже другой вопрос. Вот. Это такой вопрос, который придет время, будут проходить в университетах. А пока в этом, знаете, только узкий круг. Друзья, фамилия Платенкова, у нас святая. Вот. Уникальный порядочный, совершенно святый человек. Вот. Юрий Алексеевич. Он, значит, как бы это сказать-то, вот его мнение, оно настолько важно и настолько справедливо, что я и сегодня, и всю остальную жизнь буду призывать его в свидетели, и соучастники, и так далее. Вот. Вот он рассказал, про этот, рассказал, почему он стал крупнее. То самое главное, что он сказал, это награда для меня и для вас, друзья, кто сейчас со мной. Какая, знаете? Он сказал и написал «Надали бы бьет кружок, я и сказал, самый интеллектуальный среди садоводов России». Для меня это тоже награда. Вот. Поэтому Паденкова и его, Платенкова, ну и меня, тоже его друга, и соучастника будут изучать в университетах. Я вам это докажу. Так. Теперь следующий тема. Я продолжаю, так же, как я сейчас сказал, несколько добрых слов про Платенкова, как профессионал. Еще один профессионал. Бакаров Алексей Иванович. Это, думаю, случайно, вот это вот. Ни одного случая не упущу. Телефон, пожалуйста. Ватсап, пожалуйста. Калусь, Калусь, Малый Ярославец, деревня Скрипараво, улица Селоноска, тут 26. 125 от Москвы, от Калуги 80. Значит, и как я по старой памяти помню, Алексей Иванович, по-моему, ты не любитель рассылать по почте, что такое. И ты всегда рад, когда к тебе приезжают, ты буквально поговоришь, объяснишь, научишь. И все, когда на санкции едут по всей, может, не по всей России, но по пол-России я тут точно. Вот. И вот ты мне прислал вот такой вот. Я нажимаю, и что мы видим, что мы видим. Поджимайся. А, пожалуйста. Вот она деревья Скрипарава. Видите? Вот. А теперь надо ее как-то... Ага. Нет ли так? Ага. Спорю как. Итак, деревья Скрипарава. Смотрим, как ее дойти. Как ее найти? А мы уже видим и только деревья Скрипарава. Вот уже малая Росславис. Видим. Вот. Еще крупнее делаем. Одинцова. Подольск. Так. Санкт-Петербург. О. Ярославль. Кострома. В общем, я бы сказал, самая такая семьярная Россия. Да. Вот. И результаты такие. Все понятно. С ней мы разобрались. Кому надо, тот найдет. Так. Идем дальше. Белый блюдо тут. Здравствуйте. Поздравляю вас, вы все православные как белых языков и белых языков. Я до сих пор ее здорово. Что есть, то есть. Придется несколько раз бегать. Идём дальше Поздравляю вас и всех православных с великим праздником Пусть все будут живы, здоровы, вам больших успехов Ваши интересные и большой любви к земле Матушки, вас замечательно Идёте к поставленной цели Думаю, любовь к земле заложена в вас в начале Да, мои деды, мои прадеды, ахари Жаль, что у нас именно в Карагаде нет опытных питомников Не хочет правительства укладываться в науку А наука должна продвигаться правильно, как у вас Всё это должно заложиться в школах на уроке биологии А сейчас И дальше идти на опыты, как у вас Тогда всё будет правильно И вот эта подпись Алла Ну, вы уже поняли Она сюда вот Спасибо Но в данном случае Речь идёт не обо мне А речь идёт о моём друге Которого мы сейчас с вами Знакомить не будем Будем продолжать знакомство с ним Значит, смотрите Вот тут буквально уроки биологии И тут же у меня срабатывает, как это называется У меня срабатывает инстинкт по созданию Итак, жизнь на земле Килограмм мозгов прибавился к людям за 3 миллиона лет Об этом я узнал вчера В очередной раз узнал, наверное, это была Тут два из телеканала Культура Две передачи были Телеканала Культура и телеканала Наука И тот, и тот солидный Так вот там было сказано За 3 миллиона лет прибавился к килограмм мозгов Бедный несчастный ведущий Или ведущая, сейчас не вспомню Трепал нервы так Как может прибавиться к килограмм мозгов за 3 миллиона лет То есть это настолько глупо Это с моей точки зрения И этот выражал недоверие ведущим Он будет, что-то было нервно и глупо Дальше Вспоминаем еще вещи, которые мы не можем не отметить Для будущего создаваться в будущее биологии Итак, бескалечия нет урожая Подпись Осьевский Это классик Дальше Если нас слышит и сейчас видит с нами Реплик Александр Алексеевич То он напечатал статью ради Каппа И там была фраза Вот, Валерий Константинович Он обращался ко мне в статье, которая напечатала это Журнал солидный С нами выше присутствует его главный редактор Итак, генерал Реевский с Железовым Камалеком Сеевичем бы не согласился О чем что речь Вот А поэтому придется разговаривать А про чем я объясню Это очень важно Вот если бы они это Вот это мы не написали Любовь к цели, нет опытных питомников Должно заложиться А кто заложиться-то Вот это глупость Килограмма с годом Три миллиона лет Хе-хе-хе Я не могу Все почки имеют знаковую настойкость Один из ведущих ученых России Это он, меня Лицензии на 20 Серьезные, солидные газеты Солидные, да Все почки имеют знаковую настойкость Голенины расставки Я уже сколько лет берусь над этим Мне бы хотя бы одного бы друга С вашей средой Наконец сейчас Глаз раз гуглся 5-10 тысяч лет Это же не надо говорить Я, понимаете, у вас миллиарды лет А у меня 5 тысяч лет лет И столько еще в этом, в Библии Вот Тогда я подумал так Дайте я покажу это Смотрите Я набрал фото почвы в разрезе Я не подбирал Не подбирал Еще раз Только Смотрите Видите, что под почвой находится Это хоть близко похоже на голос Смотрите глаза Знаете, что это такое? Это не просто глина Я открываю Этипедию И специально для вас считаю Грина Вторейший продукт земной коры Осадочная горная порода Образуется В результате Ветра в герозе Ну Вернулись обратно В фотографии Посмотрели Вот Открываем Докучаева За тысячу лет Один-два сантиметра Дорастает Сколько сантиметров? Ну Представляем Я думаю Тебе Домные Домные Я не подбирал Вы что-то поймете Что в каком мире мы живем И что нам надо Что-то с этим делать Кацаканцов Вот Я вчера И позавчера Посмотрел две передачи Это Мир лжи Самые настоящие лжи Ля-ля-ля-ля-ля-ля Перебивает период вот за три миллиона лет вообще все позади все появились с какого ветра вот представь себе листаем отряд листа а это что это порода где 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 эти самые наши где 10 тысяч лет я здесь побольше до целый метр 20 а учитывая почему 20 три сантиметра за тысячу лет это что я в нем подбирал я подбирал приятно посадить бы любого из тех которая лекции читает это голова я по 1 миллиард мне за школу чуть не выгнали в 10 классе когда я сказал пойду в семинарию представляете что было какой был скандал мне тройку поставили за русский язык лучший ученик школы лучший математик школы две четверки за геометрию не суйся со своим сыным рылом куда не просят а сейчас свобода пожалуйста вот у меня смотрим дальше вот это вот значит казахстан абайский район караганда кирилл вот это вот сейчас вот это вот я про это посмеял да вот эти миллионы лет которые почему-то я не вижу вот и еще есть несколько таких затем которые скорее должны говорить о том что все 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 проехали и так считаем теперь самого ивана федоровича вот это пойдет потом в учебнике вот смотрите вроде бы все моё но как изложено и так каждый раз когда попадают в руки грамотных мои эти самые совы попадают грамотные руки корни собственные это сердце которые уходят глубь на протяжении роста а корни отводки это появился и придатки хотя и имея личные корни наружные заглубление 38 сантиметров и хорошего застойкость в этом месте плюсы и свои минусы черешня абрикос груша и когда где вырастет на близких грунтовых водах но как вариант и стерн терносливо вишни разных образцов этот еще материал для проверки в этих условиях а если грунтовые воды глубоко то селекционер надо брать прививающие дольше приводите привать внимание одно второе третье четвертое это это я что сделал уже и даже 5 6 поколение пели прививок не дожидаясь от них плодов время покажет вот смотрите не дожидаясь плодов 6 поколение сколько лет 6 до этого надо вырастить в год-два по двое это понятно пусть пусть уже будет 7 8 и у вас получается кризативный гибрид а это спасибо иван так хорошо рассказал лучше меня а помечаю на пыление жизни не хватит этим заниматься ходить с кисточкой или гусиным пером опыляя одного за другим и ждать 6 8 результата одного результата вот а надо также 5 6 у нас 6 на 6 6 на 8 прививка это регулятивный гибрид всем понятно вот тут я его согласен ухо всем понятно вот это как раз кроме нас чтобы еще там несколько сотен даже в кружке почти все больше получше образование если прошло сращивание отлично то есть при прийти все прошло отлично то есть будет отлично вот я хочу хотел добавить это обязательно это обязательно почему у меня весь этот самый весь сайт сплошная вегтативный гибрид а какие пути бы фотографии вот дело в том что я придумал такой постулат не сразу до со временем и так новое качество плодовых растений появляются на границе выживание почему я тогда вот это вот вспомнил вот этого товарища даю вам спасибо тебе я теперь о чем поговорить и так генерал роевский с вами вы не согласился до современник ученый радикап москва так шагировал на мои эти самые активные гибрид а генерал роевский это один из главных садоводов это председатель садоводов то так называемое императорского общество садоводов это и родится совета вот и сад у него было крыбово 2 рядом с крыбово киршинской области вот там чем он видел чтобы он видел никогда и близко бы этого не получил еще раз это когда-то войдет во все учебники вот это вот мой сайт вот это фото галерея вот это все вегетативные гибриды тут есть и воскосельцев но это влекать не будем это все вегетативные гибриды никогда нигде в изученных садах не найдете почему вот потому что у них другое направление они себя ограничили во времени не ограничили а в результатах ограничен и вот что мы с вами видим и вот что мы с вами видим вот к сожалению и до сих пор наука этим не занимается я призываю этим заниматься уже науку и так ради кампус с вами не согласился и правильно у него не было ни одного вегетативного гибрида вот нужен стимул такая знаете своеобразная плетка такая оглоблю чтобы бах по голове бах по голове бах по голове и тогда появляется новое качество до границы выживания есть еще несколько направлений против которых очень ярко и образно выражался наш друг юрий лисеев сладенков почетный методом заметьте так он не стал почетным сановодом почетный методом успел стать это значит ой какой не дурак так вот значит он не зря вспомнил я это вспоминал травление ядами расшатывая геном величайшая глупость так и наконец травление с помощью жесткого излучения это еще подлейшая вещь вот так вот ребята а там тоже делаются свои диссертации а про кого я уже вообще молчу просто молчу задаю вопрос любого академика ты геновый серными яблоками груши больше их только кормить а потом спецназ нарусить его вот детей подвести к нему и сказать вот сейчас мы тебя нарусите съем и ты протянешь яблоко и грушу геновый серными свою внуку и пусть он съест вот это было бы картинка вот пока так нарус проще и так почему не получалось у многих специалистов сильно южные были а потом еще добавлю кое-что вот сегодня особый день сегодня говорю о вещах фактически о мировоззрительских это не шутки давайте теперь продолжим эту тему даже если кто-то будет считать что зря вообще зашел сюда еще раз говорю я заранее как бы наполнитесь гордостью тех кто здесь почти случайно туда сейчас я расскажу про все это сам про допустим чекать сюда расскажу ниже вот в сердце скажу то что я обязан сказать почему это очень важно время пришло вот обычное время на слове эпох было того что граница выживание это одно а вторая причина как правило социально когда появились белая одежда дудинцева это особая книга и и читали миллионы сейчас конечно забывается сколько лет тридцать прошло наверно это был самый пик перестройки новомышленнее так вот значит дудинцев писатель белая одежда его книга так вот это было первое второе было это в игре со своей анастасия это отдельный поэтому будет разговор а пока так сейчас чтобы дело том что нам нужен книга почему потому что ну вот сейчас академики с меняют друг друга министры с меня вот для нас больших людей фактически ничем не отличается вот согласны а нужен свой это который скажет так санта тинькова под особую охрану это слышал еще говорю это я говорю за уважение к тебе там половина труда твоего под особую охрану предложить денег столько сколько она возьмет и это то не остановит работу все семена все черенки и саженцы которые приготовлены продажи все надо немедленно быть где-то немедленно а по по сезону вывезет оттуда я тебе говорю про сад женезова еще несколько садов вот о чем речь идет так вот этого придется сейчас пофантазировать и так что такое была книга дудинцева сейчас объясню ясно в качестве одного из героев был выведен сам лысенко который ездил по стране и как бы порядок наводил преследовал генетиков представьте себе тайком занимались мухой цехотухой мухой дрозофилы вот которая сверху это ну не буду я про муху сейчас хотя заслужила память вот но настоящие генетики тогда бы исследовались и были почти под поле и там был любовный сюжет это было что это был детективный сюжет потому что тот помощник дудинцева который по неназумению притворялся своим было у него типа консультантом как его федор иванович а значит он спасал новый сорт картофеля это было настолько ценная и полезная книга и она была настолько талантлива я бы сказал гениально вот только сам картофель был зря был выбран тот момент другого ничего нельзя было потому что он настоящий генетика в таких достижениях как у железа латинкова и это самую чернобаева у значит бродского у байкалова у память начинает изменять у бодера таких достижений не было поэтому пришлось видимо выбрать именно картофель но книга была настолько талантлива сейчас поймете чему я говорю настолько талантлива что уже когда книга была издана доставали самого писателя где картофель этот спасли или не спасли в конце концов вот способный этот сорт картофеля который таком вывозил как этот самый ну понятно так вот сейчас нужен современный писатель садовод кстати у меня уже кандидат и это какой кандидат ой талантлива ничего не встречал так вот естественно там будут герои обязательно должен быть президент академии наук ну естественно выдуманный из пальца высосанный ну должен быть потому что а кто еще это сам перестроить все это так вот сюжет приходит на должность той придет академии наук мечтать не вредно вот я не обижаю современного академика потому что что касается вообще придется что касается а я еще потом пример приведу и казахстан украину и белоруссию все идет как жаль только в этих в рамках скрещивание жаль и вот он значит понимает весь ужас а ужас это сейчас расскажу какой ужас и так стране есть и здоровые дети и взрослые вы согласны с этим есть да я стараюсь сейчас не усугублять миллионы тонн фруктов 40 обработками за одно лето химикатами верите россияне это кто придумал я точно миллионы южных саженцев до смерти к нам а миллиарды рублей заметьте не за что это все бред а миллиарды рублей за границу не дофинансированная наука примеры пожалуйста а вдруг кто-то из советиков придется где вдруг скажет вы знаете тут я чё послушать давайте это послушаем же так вот чем-то держать все доходе дофинансированная я же не просто я же не просто хочу ругать всю за все плохо нет я сейчас буду выход искать на какой выход если с миллиардами сэкономлю и так это финансирована наука было 15000 получали так ну везде повышается плату повышает описать себя что у вас есть какая-то институт самый достойчивый труда я не фамилии не даже название что-то не буду до настоящий тут самый достойчивый вот приходит и снижает и снижает зарплату с 15 тысяч в среднем до 10 вот я его понимаю он конечно что может вызвать трюс волос и гоняй то что до 10 тысяч а кто будет это горбатиться так как латинков горбатился кто горбатиться будет задействовать а я представляю аудио нету вот дальше естественно кто-то увольняется и так если выход по железу новое направление это очень важно пусть у меня сегодня вот шашка пусть он там на всю страну ребята без этого там не выкрутится даже академии сельхозноук сейчас это бы где-то она у нас одна стала ну ладно не будем вникать новое направление почему садоводы любители впереди доводы любители впереди рассказывал у них жесткие сроки огромные плоды радиозны до результаты у них мизерны а так по-другому быть и может значит что я предлагаю и так их работа уважаю низко кланяюсь достигли всего чего могли чего не могли уже не достигнут помните мордостойки но хреновый и мордостойки замерзнет середина на половину надо под подобрать эти самые вот так вот смотрите вот так вот так один такой они же все а вы знаете что такое расщепление свойство это не железо придумал это чисто на ощупь термин расщепление свойство если один вот так остальные вот так и все погибнет а третье вот так а жрать не будешь извините кушать не будешь я образно объясняю и так 90 процентов селекционных работ нужно просто отменить ну как отменить вот если просто отменить они что еще делать не будут и вы любитель их научит про сейчас так вот 90 процентов физики а ведь это селекционная работа эта работа а еще физический труд столько физического труда придумали а вот знаете что такое гсу аронирование это пойдет по этим я разговаривался все выключать идите смотреть что другое но я же сказал что вы элита вот все таки не отключитесь если действительно лотинков правила элита до любительская элита вы те самые которые среди когда вообще до паровых двигателях вы забыли как были то мы изобрели там допустим допустим двигатель внутреннего сгорания чувствуете разницу там 90 10 процентов кпд а тут 90 процентов заметьте я вот эти цифры не зря если это паровой двигатель если вот если он всего 10 процентов давал и 10 процентов а вы с вами образ образа образа двигатель внутреннего сгорания у нас стало 90 процентов 90 процентов селекционных работ отменить каждый день вели сейчас уже не знаю сейчас по поводу и вести то река может кто не разбежался в гсу кто не разбежался каждый день нужно вести журнал а там все изменилось листик был один сантиметр стал сантиметра и 2 миллиметра рост прибавил в общем все это отменяется селекционные так все эти слова-то каких кастрация все это к чертовой матери отменяется вот даже свободное пыление или больше перспектив чего эти кастрированные слушайте дальше физически трудно начинается я был в госоу не буду сейчас лишнюю фамилию называть название госоу был все десятки гектаров полностью по тракторам только вот так вот где идут вы видите дерево писать что вы здесь середине ствол она так объезжает и вот столько всего приберных квадратный метр всего так аккуратно работает так то есть и всего травы или как-то герда все остальные десятки гектаров перепаха дать черна и это видео я альске в красота пахать потому что когда я приехал и все это увидел сбора этих самых слив китаях то есть сентябрь вот видите и вот и еще все добавить все что там происходит все что надо делать а еще особенно когда касается и и а это значит новая санта они все делают они еще калечат калечат калечу калечу это вообще принято а потом делают выводы конец и не годится уже искалечен он же вести так вот я образно все это говорю руками вашу почему а от добра вот это тоже можно отменить то есть кассе и не подходи больше единственное что золото чтобы не сгорать а остатки это ерда не загорелись и сад бы не сгорел и так 90 процентов избавились вы представляете и вот тогда можно схожа это оставшийся самый толковый персонал начиная с контактов кандидатов там до цветов и аспирантов вот все это остается по минимуму но пятикратное увеличение зарплат и как я написал это мои любимые занятия прикалываться и просто ученым или ты прививающий классный или ты не ученый все итак пятикратное увеличение зарплаты это пункт 2 а пункт 1 выкуп новых сортообразцов так клюзов и форм у выдающихся любителей выкуп сразу до вершину эволюции сразу вы уже близко к этой эволюции понимаете вот это вот это вот это вот знаете что вот это самое очень неудобно было вот этого товарища да который приехал я эту саму савидич вот этот товарищ да вы увидите почти каждый день телеканал усадьба сейчас включу и он этот самый я считаю лучший в россии ведущий телевизионный этот самый ведущий по садоводству лучший в россии он тут столько до снимал а отказались показывать атак догадать почему я догадываюсь за рекламы даже вот такой и показали вставлять вот это к чему я возвращаюсь правильно выкуп выдающихся любителей сразу вершины где-то быть 90 процентов еще осталось 10 где-то 20 вот как сейчас хочу то говорю отключайтесь вот это смотрите в разе я думал разе я думал что начинал когда она была 20 25 грамм серафим я покажу поколение увеличился увеличился алексей радость алексей макаров а я начинал 20 25 грамм а у меня фотографии есть я не буду вот поняли да когда закончится эволюция тут же несколько тут же это же гибрид тут гены нескольких и пресков это же прескан то сколько было десятки шоке жили в райском саду и у нас были вот так вот это же серафима был вот такой вот где-то я сказал осталось 5 10 процентов еще увеличиваем 20 в 23 раза а есть предел нет хоть чуть-чуть прибавилось у меня этих как бы сказать то хочет прибавилось у меня тут как бы в данном случае не количество нас как было мало так и будет хотя бы энтузиастов и так пятикратное увеличение ученых привателых молодого 50 то есть кто уже действительно что-то умеет 100 тысяч скромненько да вот это уже надо вот тогда а первое выкуп новых сорта образцов все уже все готово ребята берите этот двигатель внутреннего сгорания у которого не 10 процентов кпд а 90 процентов кпд ну слушайте дальше книги белой одежды главный герой федор иванович спасал новый сорт картофеля так вот в целом нужно новая книга как путеводитель для молодежи пусть и дальше гениальный сказочек планирую сказочек это я уже сказал почему потому что его персонаж в серии книг анастасия это сказочный персонаж а люди вас приняли всерьез как он и прячет что-то нет спецслужбы это все загнетало это все работала за легенду за это но десятки и сотни людей продали кто-то продал кто-то не обязательно продал но взял гектар и переселился в деревне для многих деревню стала образом жизни а это очень важно у нас можете первый пункт был много больных взрослых и детей вот так вот это было последний всплеск когда движение когда несколько сотен тысяч человек рванула из городов деревню прошли опять годы про анастасию забыли все современные молодежь такой книги не читала и не знает на полках она исчезла так а почему данность данный момент даже крестьянство без садов и уже крестьянство нельзя назвать вы же понимаете знаете ты работник это не крестьянин нет так вот сейчас я подвожу вас нужна книга билистристика так же как вот уже рыбаков же не напишет сколько лет 30 прошло может больше какой бы ни был гениальный ну это уже второе не потянуть это как всегда бывает нельзя два раза выйти в одну реку так вот начинаем изобретать книгу обязательно любовная линия обезет то что же это за милитрическое если герой не влюбляется а в кого влюбляется помните как влюблялись например 1 художественные фильмы да выполнишь плату поцелую когда вот так вот обязательно любовная линия а вдруг она это самое сейчас уже не так знаете как сейчас хочешь добиться вот как допустим чего-то я бы добился если допустим влюбился бы и кого-то ну например дочку олигарха спритана и дают 100 миллионов долларов долларов или там пусть рублей а я на эти деньги прикупаю землицы и сажу новые сорта а в конце концов я не считаю а дочь олигарха догоняйте поняли да а проходит время и я когда выращиваю 10 20 100 гектаров вот такого вот сплошь-сплошь все это сплошь-сплошь-сплошь-сплошь-сплошь мне дают дубльской премию и наконец-то я теперь ищеброд где-то путеводов петру сидоров неважно поняли да вот это будет любовная а почему вот этот молодой человек вот из моем окружении самый талантливый журналист и будущий писатель будущий писатель вот он запечатал сейчас написал я познакомлю несколько статей по мотивам моих должен вкладывать туда душу и вкладывать свое понимание и уже те же самые слова те же самые идеи звали уже упорядочены сейчас вам покажу так вот этот человек заинтриговал я вам показывал кто помнит то есть слушайте дальше детективная линия нужна если бы тогда вот это тайком брат кгб от всех спецслужб как картошку бы не спасал но спецслужбы тоже хорошо да не на стороне так сказать закона а закон за тот момент был и совсем объективен скажем так и получалось что можно придумать детективную линию а представим себе что латинкова и склоны железова а представим себе что их тоже надо будет от кого-то спасать или наоборот не спасать от кого-то вот а наоборот чтобы каким-то образом где-то кто-то глаз положит а там такие чудеса так вот подняли что такое детективная линия тоже можно припаять а дальше я с ним разговариваю только говорит да я уже забыть эту книгу то а че тут распинаешься это харьковская область вот его данные содержание книги собирательный образ инженера садовода обязательно инженера не обязательно инженера металлурга хотя это согласитесь что если там мозги работали лучше изобретатель города норильска да вот с таким званием и с это самое короняр ордена славы как вы думаете это не повлияло на эти то что я видел садах так вот придумает другого инженера уже не металлурга а может быть доктора может быть там в общем все подят идем дальше вот это вот я скажу только почему это дал кости да вы видите это чудеса и больше не увидите нету вот смотрите сейчас я это мне заболел на душе и так я расскажу уже один раз еще раз расскажу приезжает ко мне олигарх лет двадцать назад двадцать пять я начал печататься и ко мне поехали они тогда о вилах не мечтали они уже были богатые до строили вокруг красноярска приезжает покупает саженцы я увожу мне сохранилось только вот я не стал искать знаете как обидно вот видишь фотографию давление уже сразу сердце начинает теребиться вот и так подхожу в дерево 300 лет и прививки вот одна из них вот он в шоке натуральную величину вот смотрите он в шоке как большая груша он в шоке и вот это вот фраза это я как плевок в лицо что вы будете делать это первое а скелеты привыкли они слабее чем вот те которые у земли примитые ну железом знаете технологии они слабее если будет сорок за сорок они замерзнут и и вот и действительно случилось сорок за сорок они все три замерзли в эту же зиму так вот его фраза была они скорее всего замерзнут и что вы будете делать ничего и я с ней не взял черепей не положил погреб он делал я уже жизнь была знаете что такое жизнь значит такое когда сжигает приезжает и сжигает сад вот его это понять вы преступник железа так вот пожалуйста обращаюсь артем андреевич гражданин советчик у меня таких сюжетов добрая сотня пусть и такое будет в этом самом потому что вместо того чтобы сказать вот тебе деньги вот за эти деньги спрощался дитресорта как вы думаете дошло бы я время вот и еще один момент почему нужно это самое директор школы против сада мой друг фильм есть вот сидит напротив меня и рассказывает удовольствоваться на продажу продажа пошла плохо все несколько штук смог продать рядом усть абаканский район я ничего не выдумываю и не надо выдумывать все эти сюжетные линии вот они готовы и он приходит директор говорит давайте посадим на территорию школы дарю директор сказал нет плоды дети еще отравятся вот я больше уверен что почему вот вот так же как история с тем директором которые зарплаты снизилась здесь 15 до 10 тысяч я теперь присал себе электро школу того не было денег а у этого что если хлопот его посадку директор школы я уверен что любой директор грамм или поздно думать не засадится или повесится уверен такая страшная школа стала я миру статью с такой программой для учителей и от узнали подошлышки вот до плакнулся до отпихнулся до не стал садить а что же теперь делать да может быть это уже быть новая программа для школ а рядом с тем президентом академии наук о котором мы мечтаем до нашего уже вот должен еще сидеть второй министр науки и высшего образования подчеркиваю выше ого а третье видится просвещение смотрите и так это канал тоже можно проработать это что будет попадать именно образы языков или тоже языков чтобы чех и понимал директора школы канал будет стать просто книгу просто книгу господи да директор только сейчас получила это самое и а тупо ему снизили эти самые финансировали его надо удержать в школе учителя и учителей так не хватает они уходят вот дети наглеют где дети звереют прямом смысле часть из них служат наркоманы ему до этого досада дело есть так что эти будут заниматься этими бесконечными справками как отчетами не будут заниматься учителя вот вздохнут свободно отменят эти домашние задания которых эти сам отменят эти репетиторство из-за дебильного эго можно же можно и тогда что и тогда будет возможность заниматься школьными школьной биологии и это вот эти дебильные учить и восьмой класс видели пусть она немножко устарела до этих учебниках вот которая безборных я их так называю успела вырасти два поколения смотрите сечина утверждал а давайте еще короче эти мысли были изложены сессию книги рефлексы содержание книги ясно приводило к выводам об отсутствии у человека бессмертной души поняли нет у нас душ вот рефлексы есть эти рефлексы почему-то меня заставили 5 или 10 миллионов раздать детям отменить все поездки эти самые как в санатории вот вместо коньяка самогонку по праздникам два раза дешевле вот это и мнение от души так вот что было потом прогрессивно высвечивая часть общества встретила книгу восторженных и что дальше делали взрывали церкви помните москву помните самую главную церковь вот десятки тысяч священников расстреливали восторженные вот и потом ведь все было не так все эти сказки про грязные лужи просто слепалась слепалась и появилась вот это вот животное вот просто животное долгий причин считать чтобы животное вот но когда была эволюция люди выживали не только там где украл отобрал хлеб тот умер который ты хлеб отобрал тут с голда умер а ты доелся хлеба и ожил нет а еще было другое и люди помогали друг друга вот где люди спасали друг друга жизнь отдавали вот вот они настоящие это люди кто а то вот всех этих билинского герцена добролёва писара черешевского материалисты записали а на хрена нам сейчас нужны материалисты вера бога указывал своя можно верить у старичка который видна этом да сам на облачке сидит и все грею 7 миллиардов всех успевает это же какая надо иметь компьютер чтобы за каждого следить ведь это со временем от пришел так вот нам нужно чтобы все эти дорогой вы друг хотели выбрать европы сходя благословил я не забуду ли завтра жив но это я к тебе персонально обращаюсь тебе бог дал талант и вот смотрим дальше что еще какие сюжеты можно пить развивать вот это самые скучные тут можно только саму краешку сходка авторитетов сын горки состоялся сходка авторитетов вот если тебе приблоденные которые там играет у конечно шестерки вот такая шестерка он же мой земляк подарюшку подошел константин и сходка была решили с кого это самое брать эту самую дологи ну естественно какие рикетежки вот так вот на счет тебя вывод был такой железова не трогать вот железов работяга через год сад сгорел вот стоит ли уничтожение сада нет не стоит про это книги писать руки в ноги опустят вот вы вторая такая пара потому что отдела дру мне было страшно тяжело вы понимаете морально я один и все и год назад и появляется эта пара еще я в командировке меня приглашает этот самый генеральный директор сбора россия из селябинска предлагает квартиру котель зарплату вот вечером ко мне в гостиницу приходит эта пара вечером и угощает это было в феврале что минус три столица грушами посвящен только семьи подружился вот это да и быстро все шутбали это как у нас уже вообще сейчас проговаривались и так значит и так я всегда считал что садоводы обещена порядочью до столкнулся и более трех раз фунтиков смоленск еще один товарищ я пожалел сволки скажу так вот я видел меня когда сразу недовидел случайно посему взял надо было сказать что это никакой нет и гектарин это слива я не хотел его подставлять даже откуда я знал что это воспримет как свертельное оскорбление продавать слева под видом гектарин и представлять было было это второй враг а вот эти гражданин булько сейчас условия знаете кого позвоню чердуба его девчатку ваться же еще и пришлось я прошу вебинар забыл тебе позвонить сейчас восстановлю справедливость скажи пожалуйста хотя бы пару слов и так однозначно ты приезжаешь ко мне когда начишь сад что было дальше ну ты брал все ты скажи персик персик я тебя брал когда начинал чуть не переотискался ну в смысле весь уже на берегу да 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 я тебя брал сейчас скажу даже сверва столка сливу потом виндерку розовую и персик одновременно я тебе только косточками тогда покупал то есть не покупал а брал а меня не водитель а персик два штуки я брал у тебя привитых привитых да на сливе просто ты знаешь на сливе видимо на китайке потому что поросли было от нее немерено потом последствия а ты потом она исчезла да да это ладно я чуть не перешел на технологию ладно слушай дальше так вот на сливе было это точно вот и я ей припользовался довольно таки долго еще одно дерево осталось вот в этом ну такой старый уже я других просадил видел видел венерки прекрасно чувствую до сих пор розовые а еще это ну когда я тебя черенковый брал прививал здесь это чернослив там и там тоже ничего его если бы не считать что я тебя прав должна держать это пол сада будут боевые может больше ну а я знаю на чё тебя благодарен еще китайка от тебя о порт алматинский который сам деозарбаев президент сказал что ищи теопорт а ты его вывез ты еще до этого воли это да от меня я его очень давно привозил где-то примерно 88-й год 87-м и красный и и 600 граммовый это все тебя я тут как раз тему прорабатывал что науки пора к тебе фотографию разместил а это беда всей всей россии только я опять же в упрек науке ни хрена не стали разбираться хотя потерял сотни тысяч одновременно яблони и никто разбираться не стал и в округе алматы так вот пропали они пропали а значит почему не спасли причину сразу у них в головах сидит что грибы едят деревья живые вот этого страшнейшая ошибка и боролись и это самое совсем другим врагом который врагов то так мне возвращаемся к началу и так перед хасанске ты раздобыл у меня дальше 2 станцию размножил сейчас сделал еще из косточек буквально этим летом и и и и Так, еще момент, я буду закончить разговор, потому что я был обвинен в том, что у меня никогда и нет, и никогда не было персиков. А пока мы говорили, я открыл свою фотогалерею, ты сидишь рядом с персиком, я помню это дерево, ты с него снял 500, нет, пятый год, я все помню. А здесь написано, причем я подвел вышку, тут не обманешь, это документ, 26 августа 2010 год, все правильно, в 2005 ты мне взял эти самые, вот. И я еще показываю твою самую фотографию, помнишь тазик металлический? Вот, вот это вершина, это уже не та мелочь, не тем мелкие, 500, а это уже, они с годами начали увеличиваться. Вот. Не, 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 люди видят, ты не видишь, люди не видят фотографию твою. Сейчас у всех сердце бьется, а 10 человек уже побежал за валютом. Все, Дмитриевич, пока, время идет. А, спасибо за информацию. А, да, благодарю. Вот. Давай. Ну что, мы рассмотрели, что возвращаемся к нашему Малькову. Итак, мы имеем человека, а, я еще пытался что-то доказывать, смотрите. 15-й год, видите фотографии? Пешка, вода, две, три, четыре, пять, шесть. Вот я, вот моя физиономия, гусина светится. Вот, видели, да? Вот. Все, значит, потом еще вернемся к Малькову, потому что он подвел десятки, если не сотни людей, его ищут, ищут. Вот, садится почти всех, попередохли, его ищут. И бесполезно. В одном из наших вебинаров видел про забачивание космосе. Ну, все, действительно, нормальный вебинар. Подробности все не вспомнил. Решил сделать, что называется, по мотивам. Так, а вы знаете, мы сделаем минутный перерыв. Мне сейчас несколько человек... Я покажу, что мясо будет. Несколько человек просят деньги, это мое любимое занятие. Вот, поэтому я сейчас делаю... Ну, трех минутный перерыв, еще же. Я хотя бы отвечу, что деньги выше, но позже, а то люди думают, уже переживают. Это махом. Вы видели же это? Уголочку сообщения. Вот, сейчас я в кухне, и это быстро. И зато чеху горячего подарил. И первый час для меня был очень важен. Очень. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сначала опустил DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Вот так боролся за то, что хоть немножко, ну это же не серьезно, вот так вот, ладно, посмотрели, это были свежие новости рассказать, вот.